Всем здорова! Приобрел не так давно Сайгу 9. Хочу поделиться соображениями, какой первичный тюнинг нужен данному оружию из коробки. Ну просто по умолчанию, что нужно поставить. Во-первых, самое главное ради чего приобретается вот такое вот оружие под патрон 9х19, пистолетный патрон. Это тихий выстрел, не такой как грохот автоматного патрона. И сюда у меня установлена еще вот такая вот баночка от Гексагон, для того чтобы еще сильнее снизить громкость выстрела, особенно на дозвуковых патронах. Так как с банкой хорошо сочетается цевьё фирменное от Гексагон, я купил вот такое вот цевьё и тоже его поставил. Оно позволяет устанавливать различные там фонарики, сошки и так далее. Хотя сошки здесь можно и на штатное место крепления поставить вот сюда. Рукоятки сюда можно вставить, что угодно. И при этом под любым углом. Например, крепеж для фонарика поставить сбоку, а не снизу, как вариант. Поэтому такое было приобретено цевьё для того, чтобы увеличить возможности оружия. Следующее, что я приобрел, я приобрел еще один запасной магазин 30-местный и заряжалки для магазина. Обоймы с быстрым зарядом. Сейчас покажу, как это все работает. Стоили они 300 рублей. А вот такой вот магазин, допустим, стоит сейчас, именно оригинальный, который идет в комплекте, по 3000 рублей. Недешево. Цевьё, допустим, семерку стоит такое сейчас у Гексагон. Поэтому это все расходы, расходы, расходы. Так, лодеры для магазинов показываю. Тоже такая полезная вещь, чтобы настребяще не мудохаться со снаряжением. Вот это вот сюда вот. Специальные пазы заходят. Вот эта деталюха идет в комплекте. И четыре вот таких вот обоймы. И, в общем, за эти 300 рублей мы что получаем? Вот сюда можно вставить вот так вот выколотку. И вот так вот делаем. Желательно это делать по длинной стороне, а не по короткой коробочке с патронами. Пожалуйста. Крупно можешь крупнее дать? Да ты не трать батареи. Что неудобно? Неудобная коробочка. Как бы они вот немного елозят. Лучше вот в таких коробочках. Можно вот эту штуку отогнуть или вообще ее убрать. И тогда сделать вот так. Настигнуть это на магазин. И непосредственно вот таким вот образом действовать. Я этого пока делать не решил. Но можно это, соответственно, сообразить, намутить. Ну, работает у меня пока что вот таким вот образом. Это подводим сюда. Раз, здесь есть разъемы. Хоп. Я когда купил эту хрень, три из них были не очень. Пришлось их чуть подразгибать, чтобы все более-менее адекватно залетало. Поэтому пришлось и с коробкой Малеха допилить. Так, ну если кто не знает, как магазины разряжаются, вот берем патрончик и выталкиваем. Вот так. Видно что-нибудь? Ну и, конечно, это все на тряпочку надо. И не в лесу делать. Стоя. Все. Так что с первичных покупок вот такая фиговенькая. Дальше по магазинам. Я взял один оригинальный 30-местный. Еще докупил один 10-местный по-авгановский. Для чего? Просто когда пристреливаешься, удобно, чтобы магазин был короткий. Вот смотрите, у меня здесь сошки, ну весьма длинные. Эти сошки позволяют стрелять и с таким длинным магазином. Но если у меня не было сошек, я хотел бы оружие расположить где-то на рюкзаке, то мне с длинным магазином было бы неудобно. Поэтому я приобрел еще 10-местный магазин. Да, и гражданам-охотникам нельзя пользоваться 30-местными магазинами. Соответственно, пользоваться нужно 10-местными. Поэтому я ее приобрел в 10-местный магазин. А эта как бы 30-местная. Дальше я приобрел рукоятку. Она сейчас валяется в пункте выдачи, я ее еще не установил. Но вот я ее уже установил, и вы видите кадры, какую я поставил рукоятку. Штатная рукоять мне не нравится, потому что она скользкая, будет рука в масле, вообще она не держит. Мне больше нравится прорезиненные рукояти. Я решил взять рукоятку Пувган, потому что у меня на Този 106 она стояла, только с рельефом под пальцами. Мне она не совсем нравилась. Была, кажется, чуть великовата. Поэтому я решил взять без рельефа под пальцы, черную, и поставить тоже сюда. Следующее. То есть рукоять. Ну, конечно, да, можно просто взять кусок велокамеры и натянуть вот на эту штатную рукоять. Она будет как бы прорезинена. Это бюджетный вариант. Если у вас небольшой бюджет, делайте так, пожалуйста. Следующее. Мне не очень нравится рукоять. Вот эта вот на затворе. Она мелкая, она скользкая. Опять же, руки в масле. Неудобно, некомфортно. Надо что-то ставить. Пока что временно. Я просто натянул две термоусадки вот сюда. И стало это чуть-чуть побольше размером. Они уселись хорошенько. Я их прогрел. Побольше размером стало. И не скользкая. В будущем стоит сюда установить что-то крупное, чтобы можно было комфортно одним пальцем так как-то оттягивать. Из коробки некомфортно. Следующее. Предохранитель. Из коробки, естественно, тоже неудобно. Он ходит очень жестко. И нельзя манипулировать одним пальцем или ладонью. Я пока еще не решил, какой брать. С манипуляцией пальцем или вот здесь вот под ладонь с рычажком. Я пока еще не решил. Будем думать. Надо попользоваться хотя бы несколько месяцев оружием. И уже потом понять, что мне надо. Каллиматор. Каллиматор я поставил вот старого ружья. Он у меня был. Микрокаллиматор из Китая. За 50 долларов. Вот. Маленький. Потому что удобно мне стрелять с каллиматора. Как-то так комфортнее. Чем с открытых прицельных. Следующее. По прикладу. Приклад я буду 100% менять. И с прикладом я уже сделал из коробки небольшую манипуляцию. Он ходил очень жестко. В магазине я как бы подумал. Ну, жестко и жестко. По другим параметрам оружие было хорошее. Поэтому я взял ту, у которой приклад ходил жестче. Смотрите, в чем тут прикол. Я подумал, может разработается. Нифига. Пришлось выбить эту ось. Кратко расскажу, как выбивается ось. Вот здесь вот снизу заклепка. Ось выбивается снизу вверх. Снизу находится заклепка. Она стачивается мини-бурмашинкой. Потом берется киянка. Берется выколотка какая-нибудь пожестче. И это все выбивается. Но есть еще один маленький совет. По центру мини-бурмашинки сделать накернение, чтобы выколотка лучше стала. И с большими мутюгами я эту ось выбил. Зажал потом после этого в патрон от дрели. Чуть отполировал. И как бы посадил на место. Приклад стал ходить как надо. Легко и непринужденно. Поэтому вот из коробки потребовался такой небольшой тюнинг. Также, конечно, все оружие я перебрал. Все узлы привел в порядок. Установил сюда, так как у меня здесь банка. Я установил буфер отдачи. Это вообще тихо. Вообще тихо. Слушай, вот здесь немножко дымок выходит. Но в лицо ничего не дует. Чуть-чуть дымок. Просто прикольно. Так, что у нас здесь на буфере? Грязь есть какая-то или нет? Ну, нет. Ничего такого. Нормально. Ну, вот поддувало дымом. Ну, в глаза ничего, естественно, не било. Просто поддувало дымом вот отсюда. Так, что у нас здесь? Вот так. Естественно, здесь мы сейчас будем все брызгать, чистить. Так, что здесь? Да, видно. Так вот проводим. Вот она. Ну, видно серенькое, да? Сейчас стреляли мы патронами разных фирм. С банкой стреляли БПЗ Минор. Ну, вот так вот загрязнимость. 200 выстрелов, 100 с банкой. Надуло сюда, конечно, что-то. Но ничего вообще. В глаза все шикарно. С банкой разброс меньше. Многие, кто занимается практической стрельбой, даже используют, наоборот, более тяжелое цевье, банку, чтобы ствол был очень стабильный при выстреле. Здесь, как бы, банка дает стабилизацию, и кучки получаются более интересные. Итак, что по звуку с банкой? С дозвуковым патроном просто вообще ни о чем офигенно. Со сверхзвуковым патроном уже хуже, конечно. Нет смысла использовать банку и сверхзвуковой патрон. Она просто чуть сглаживает. Шум выстрела я попробовал, как бы, без наушников, но особого смысла нет. Чуть мягче получается. Но самая фишка, это, конечно, дозвуковой патрон. Пуля об стенд громче бьется, как бы, и чем у нас выстрел звучит. Затвор не лязгает из-за буфера. Так что по результатам отстрела очень доволен. Вот он, наш чудо-буфер, который здесь стоит. Посмотрим, как он себя покажет. Будет обзор, как банка работает с разными патронами разных фирм. Дозвуковыми, сверхзвуковыми и так далее. Отрабатывает ли буфер. В дальнейшем, что я вижу. Приклад, безусловно, будем менять на телескопический, потому что этот мне короткий. А устанавливать, чтобы сюда установить устраивающую меня проставку. Это, наверное, должна быть вот такой. Не меньше. Будет уродливо смотреться. И щека тоже нужно. Если стрелять там с коллиматорами, с какими-то оптическими прицелами. Ну, чисто для развлечения. То нужен хороший приклад. Желательно телескопический. С щекой и со всем. Поэтому в этом плане надо что-то поставить. Далее, что-то нужно сделать с предохранителем. Потому что это просто неудобно. И вот сюда что-то поставим. Конечно, очень удобно использовать еще левый взвод на таком оружии. Вот сюда что-то установить. Не знаю, какие взводы совместимы с цевьем Гексагон. Так что левый взвод тоже тема интересная. Какие-то перспективы в этом есть. Понятно еще, что из коробки к оружию нужно приобрести ремень. У меня была одноточечная тозика. Далее, всякие ёршики. Хренёршики. Потому что у меня ничего не было для чистки калибра вот этого вот. Тоже пришлось купить всяких ёршиков. Это еще рублей на 400. Как бы шомполы и все остальное. Подходящее для нарезного оружия. Потому что у меня до этого нарезного не было. Так что расходы суммарные очень высокие. Сам вот такой вот карабин стоит 48 тысяч рублей. Новый из магазина. Ну и понятно, патроны. Тоже такая статья расходов. Из Сайги-9 патроны летят быстро. И покупаем не меньше чем по 500 штук за приход в вооруженный магазин. Потому что на человека максимум разрешено к транспортировке 500 штук. Вот если вы берете с собой, то 500 штук. Ну, в законе об оружии так сказано. Поэтому вот по 500 штук они покупаются. Также одна из обязательных фишек. Когда покупаете нарезной, я думаю вот такую штучку собрать. Стоечку, чтобы можно было комфортно обслуживать оружие. И я ее собрал своими руками из двух деревяшек и двух шпилек с гайками-болтами. И когда я чистил или обслуживал свои гладкоствольные ружья, у меня такая штука была без надобности. Потому что у меня ТО-106 и двухстволка. Эта штука была не нужна. А сейчас я осознал ее необходимость. Дальше. Для транспортировки я приобрел вот такой вот чехол. Сейчас покажу, как это все выглядит. За 300 рублей просто на гонзе. Вот так вот выглядит чехол. С банкой, кстати, гексагоновски не рекомендуется перевозить оружие. Во-первых, потому что больше рычаг на ствол. Зачем это надо? Ну, и во-вторых, чтобы ни у кого не было никаких вопросов абсолютно. И вот чехол как раз. Так что можно приобретать рамочный приклад, который я еще не заменил. Приходится его на вот такую липучку сажать. Вот такие вот накладки. Просто, по-моему, покупал где-то на Алиэкспресс. Если этим не пользуешься, удобно, чтобы была накладка. Это все не коцалось. Это все не было таким жестким. Поэтому вот тоже можно приобретать что-то подобное. Если вообще не планируете этим пользоваться и закрыть защитной накладкой. Банк отраспортируется отдельно в таком чехле. Что за чехол, не знаю. Купил в сплаве на распродаже. За 200 рублей. Итак. Неплохо было бы, наверное, приобрести защитную гайку на резьбу. Чтобы еще сократить длину оружия транспортировочную. И просто защищать резьбу во время транспортировки. Потому что стрелять я по-любому буду только с банкой. Ну и выводы. Еще предстоит с прикладом. Вот с этой группой какая-то возня. Но в целом, уже после того, как я поменял цевьё, аппарат выглядеть стал намного круче. Вот цевьё очень неплохо скрасило вид оружия. В общем, просто чтобы выглядело лучше, чем из коробки. Ставим цевьё и всё. Больше уже ничего не надо. В целом, из коробки надо кое-что там допилить. Довертеть. Ну это... Ну, например, магазины. У меня пока на новоприобретенном магазине вот здесь не подсточились немножко места. Вот здесь вот эти. Он не дозащелкивался до конца. Поэтому вот такие вот вещи есть. Ну и хотелось бы, что сюда еще? Еще, да, левый взвод вот здесь вот, чтобы с затворной задержкой еще был. Ну, впрочем, есть варианты вот здесь вот сделать выпил, чтобы это была как бы имитация задержки. Потому что то, что нет задержки, мне кажется как-то странно. Было бы неплохо, если бы это все было. Ну и все в дальнейшем покажу на канале. Все. Надеюсь, информация была кому-то полезна. Было интересно. Всем пока. Ссылочки и дополнительные информации в описании видоса. Увидимся.